Привет, друзья! Сегодня я хотела бы поговорить на, наверное, самую распространенную философскую тему. Даже немного странно, практически все мои разговорные ролики, они так или иначе являются философскими, и тем не менее я никогда, по крайней мере, явно не затрагивала эту тему, а именно, по моему мнению, есть ли судьба, то есть жизнь человека является чем-то запрограммированным, либо же жизнь человека полностью в его руках, он волен ей распоряжаться, как он посчитает нужным, и все вообще события в его жизни зависят только от него и являются последствием только его действий, которые он осознанно сделал, ну или не очень осознанно. Вот я хотела бы поговорить на эту тему, какие я теории слышала и какую теорию выдвигаю я на этот счет. Вообще, я думаю, довольно мало людей однозначно придерживаются какой-то одной позиции, потому что, в принципе, если посмотреть на жизнь, особо не всматриваться, если не анализировать ее, то можно понять, что не все так судьбоносно, не все так запрограммировано, и не все уж так зависит от самого человека. Очень много факторов в нашей жизни, которые от нас не зависят, много обстоятельств, которые могут нам, например, в чем-то препятствовать или, наоборот, помогать. Обстоятельства, которые объективно от нас никак не зависят. Вообще, теории, которые я сейчас буду озвучивать, они, в принципе, не являются подтверждением или опровержением вот этих двух крайностей, они нечто промежуточное, и сначала я, наверное, озвучу их. Будет очень, кстати, интересно почитать комментарии от вас, какой вообще теории вы придерживаетесь, может, у вас есть своя теория на этот счет. Вообще, что я хочу сказать? Я очень давно думаю над этим вопросом, и мне всегда периодами казалось по-разному вот это явление, по-разному мне виделось, как это работает. В какие-то жизненные периоды мне вообще казалось, блин, в жизни вообще нет никакой логики, и все просто рандомно, все, что с нами происходит, это рандомно, нет никакой зависимости ни от наших действий, слов, ни от действий слов других людей, вообще нет никакой зависимости, нет никакой логики. Полностью какой-то рандом и хаос происходит в этой жизни, я вообще не понимаю, что происходит. У меня нет объяснения происходящему, а в какие-то периоды, мне кажется, блин, всё настолько точно просчитано, всё настолько прям не случайно. Были периоды, когда мне прям казалось, что практически на 100% всё не случайно, всё имеет какой-то свой смысл. Вообще, честно сказать, я довольно долго придерживалась такой, ну это не то, что теория, это не теория как таковая, скажем, я придерживалась такого мнения своего собственного, что, наверное, процентов на 90 всё-таки вся наша жизнь, она в наших руках. Процентов 90 нашей жизни мы можем вполне вершить, мы можем всё строить и разрушать. И из этого вытекает, что процентов 90 проблем, которые у нас есть, они являются следствием наших каких-то неправильных действий. И вот эти оставшиеся 10% — это обстоятельства, которые от нас не зависят, которые тоже влияют на нашу жизнь. Очень долгое время я придерживалась такой, ну опять же, это не теория, это моё видение, которое было довольно долгое время в моей жизни. Вот, кстати, я заметила, что старшее поколение в основном является сторонниками фатализма. То есть практически все люди постарше, они верят в судьбу, я заметила. Прям очень верят. Я помню, когда я была, ну, помладше, когда я была подростком и, например, отпрашивалась у родителей на что-то такое авантюрное. И когда мне очень так однозначно отказывали, я иногда такой ход применяла. Ну, я понимала, я видела, что старшее поколение, оно очень верит в судьбу. И я просто говорила, ну, блин, если будет что-то плохое, ну, значит, судьба такая. Вот такой небольшой лайфхак, кто никак не может отпроситься у старшего поколения на какую-то авантюру. Ну, так вот, перейду, пожалуй, к теориям. Помню, полтора года назад я со своей троюродной сестрой общалась на эту тему, тоже на тему судьбы. И вот она такую интересную выдвинула теорию, мне она понравилась, очень даже имеет место быть, как по мне, то, что у человека есть какие-то точки по жизни у каждого человека. Даже не точки, а, скажем, то, что однозначно в жизни произойдёт. Ну, например, человеку суждено создать семью, предположим. Вот на роду написано, что у него будет семья у этого человека. Но в каком возрасте это будет, с кем она будет, в какой вообще период жизни, сколько детей будет, это полностью зависит от человека. То есть главное должен выполниться вот этот пункт, вот эта точка создания семьи. А все остальные вот эти тонкости, кто будет твоим супругом, при каких обстоятельствах вообще будет создаваться эта семья и в каком возрасте, это, ну, скажем, как жизнь сложится, как получится у этого человека. Ну, однозначно, вот у него на роду написано, что он обзаведётся с семьёй. То же самое и про какие-то другие события. Вот там 100% в жизни человека, например, будет такая-то профессия. А уж, да, может он в 50 лет к этой профессии придёт, вот может он сразу же поступит в универ по этой специальности и сразу же будет работать по ней. Ну, вот такие моменты, понимаете. То есть у каждого человека есть какие-то точки, которые однозначно произойдут в жизни, однозначно будут выполнены. Очень-очень размытые точки. А вот все остальные тонкости зависят от человека. Ну, например, если у человека написано на роду, что у него будет семья, его жизнь по-любому к этому приведёт, а всё остальное зависит от него. Ну, почему бы и нет? Почему бы и не рассмотреть такую теорию? Также есть ещё такой интернет-персонаж. Она уже очень давно снимает видео на том же Ютубе. Там Валерия Лукьянова, Амату, и, может, кто-то слышал. Она уже, наверное, лет 12 точно в интернете есть, да. И я не так давно наткнулась на её видео, тоже касающиеся этой темы. И мне очень понравилась её теория. Она тоже, как по мне, довольно интересная. То, что всё человечество можно разделить на три типа. Это игроки, биороботы и полукровки. Биороботы — это люди, которые полностью запрограммированы. То есть это люди, у которых сбываются предсказания, сбываются гороскопы. Люди, у которых действительно почти вся жизнь расписана, она предсказана ещё до их рождения. Ну, то есть люди, которые живут по судьбе, которая им написана. Игроки — это люди, которые полностью строят свою жизнь. Они полностью ею владеют. Всё зависит полностью от их поступков. А полукровки — это люди, ну, понятно, у которых есть немного и от биороботов, и от игроков. У которых частично что-то по жизни расставлено, что-то зависит от них. Ну, наверное, это немного похоже на теорию, которую я только что рассказывала. И, наверное, я попробую как-то описать ту теорию, которую я выдвигаю, касаемую этой вообще темы философской. Её довольно сложно на словах описать. Я, возможно, вообще ещё вставлю кусочек видео, где я буду расписывать примерно на пальцах, как это работает. По моему мнению, опять же, это всего лишь теория, я это ни в коем случае не утверждаю. Это не доказано, и никто это никогда не докажет. Мне кажется, что многие вещи человек просто не способен понять или узнать наверняка. В частности, да, есть ли судьба, или всё зависит от нас. В принципе, этот вопрос, он недоступен человечеству. Человечеству много какие знания недоступны, и, возможно, не надо в них прям стараться лезть. Но выдвигать теории почему бы и нет. Сейчас будет немного математики. Мне кажется, что у каждого человека есть функция, которая ему, ну, как аналог судьбы прописана с рождения. У каждого человека есть своя функция. Вообще, в принципе, всё в нашей жизни описывается языком математики. Там математика — царица наук. Я помню, даже в универе нам говорили, что, в принципе, науки три всего лишь. Это математика, физика и биология. И все производные от этих трёх изначальных древнейших наук. И вот, математикой можно описать вообще всё. Любое явление, любой предмет математическим языком можно описать. Я подумала, почему бы не описать математикой человеческую жизнь. Я думаю, наверняка, каждой человеческой жизни описана ещё с рождения человека. Конечно, она никому неизвестна. Вот эта формула, вот эта функция. Никто её никогда не узнает. Но мне кажется, что-то подобное есть, и у каждого человека эта функция уникальна. И результат функции, он всегда зависит от входящих аргументов. И каждая функция, она представляется в виде графика. Ну, её можно представить в виде графика. Я думаю, это все знают, в принципе. И вот в качестве аргументов, ну, вот X, например. Хотя я думаю, если в человеческой жизни описывается функцией, там, 100% очень много таких аргументов. Но, тем не менее, максимально, если примитивно это рассмотреть, вот аргумент X, это, предположим, какой-то поступок. Предположим, какой-то плохой поступок. Например, солгать где-то кому-то. И, например, если подставить вот этот аргумент, там, допустим, ложь какой-нибудь цифрой обозначить, подставить эту функцию одного человека, у него, может быть, результат функции будет довольно ровным. То есть не упадёт, его жизнь от этого хуже не станет. А у другого человека, если подставить вот это же значение в его функцию, вот этот же аргумент, его жизнь может очень сильно от этого поломаться, если он кому-то где-то соврёт. Я, если честно, немного верю в такую теорию, что у каждого человека есть список каких-то грехов, скажем так, которые ему прям вообще нельзя совершать. Потому что одни люди могут сделать что-то нехорошее, у них в жизни практически ничего не поменяется, а какие-то люди сделают то же самое, не очень хорошее, но у них будет столько проблем, там такой бумеранг им прилетит за это. Вообще, я думаю, может, многие заметили, что не всегда в жизни все наказываются за какие-то свои проступки. Мне кажется, у всех свой список грехов, которые нельзя совершать. И то же самое можно сказать о каких-то хороших поступках, благих деяниях или полезных, скажем так. Например, один человек выучит английский, ему это так поможет по жизни, он действительно так многого добьётся, ему это объективно понадобится и сыграет ему на руку. А какой-то человек выучит английский, и его функция как шла, так и будет идти. Она не взлетит. Ну, взлетит это, условно говоря, жизнь станет лучше, пойдёт там ниже нуля, жизнь хуже станет. И вот мне кажется, что у каждого человека есть такая функция уникальная. Возможно, она настолько сложная, и не то, что эти функции никогда нельзя будет определить. Возможно, они настолько сложные, что человеческому разуму, в принципе, это не посильно познать. Но я верю, что всё описывается языком математики, в том числе наша жизнь. Вообще, если понаблюдать за своей жизнью, я думаю, можно найти какие-то причинно-следственные связи, обязательно можно найти какую-то логику. И, возможно, даже какой-то скелет, такой очень поверхностный шаблон, формулы можно попытаться вывести, как вообще работает твоя жизнь. Хотя, блин, нет, это нельзя сделать, потому что... Но какие-то поступки, их надо же как-то в числовом виде обозначать. Я не знаю, как это можно сделать. Не знаю, у меня такая теория. Возможно, я сниму ещё видео, которое вставлю в этот ролик, иллюстрирующее немного то, о чём я говорю. Опять же, всё на пальцах, примитивно. Потому что на словах это довольно сложно воспринимать. Лучше это как-то показать, привести пример каких-то функций, вообще рандомно взятых из головы. Ну что ж, друзья, я надеюсь, вам было это интересно послушать. Мои очередные философства. Мне очень будет интересно почитать ваши комментарии, какой теории вообще вы придерживаетесь. Возможно, у вас есть своя теория. Будет интересно почитать. Ну что ж, друзья, всем спасибо за просмотр, и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok